Люблю наш совершенно новый дом новостройка. Девчата, это наш этаж. Строительный мусор, не знаю из какой квартиры, уже стоит четвертый день. Надо будет писать в общий чат этажа. У нас восемь квартир. Найдутся потеряшки, выкинут. А-а-а, пропустила. Это предлифтовая территория. Видите, подтеки. Складывается ощущение, что мы живем уже не в новостройке, а в старостройке. Жилье под реновацией. Вот это я показывала, да? Вот эта трещина, она, в принципе, объяснима, дому садку дает. Ребята, мы хотим показать вам паркинг, где мы машинку ставим на неделю. Вот видите, у нас шестой этаж. Вот сейчас по такому лабиринту едем-едем. И, честно говоря, мы подумываем, возможно, мы здесь и купим машины место уже на постоянной основе. Но это все, как говорится, мысли в разработке. Надо подумать, посмотреть. Стоит ли это вообще? Стоит ли. Мы снимаем недорого, поэтому стоит ли покупать, ну, не арендовать, а покупать. Мы еще думаем на этот момент. Ну, в общем, грубо говоря, от дома это пешком минут 12-10 эти паркинг. Он совершенно близко от нас. Вот. Ну, машинка в тепле стоит. Так что вот здесь у нас боевой конь ночует. Ребята, это мы уже обратно пешком идем от нашего паркинга. Вот на той стороне. Сегодня у нас дождик. Не знаю, как у вас с погодой. У нас дождик такой достаточно, ну, нехилый. Вот. Встречались с друзьями. Опять с подарком. Девчата, спасибо за подарок. Очень признательны. Дома оценим, попробуем. Там одна вкусная штука. Потом покажем вам. А впереди вон Марик летит уже в дождевике. Я не стала дождевик одевать. Ну, что-то как-то так. Не захотелось. Тропа уже, видите, вся раскисла. Очень было бы жаль, если бы совершенно по ней было бы невозможно ходить. Ну, посмотрим, короче, по весне. Вот сейчас растает, можно ли будет по ней пройти, потому что обходить по нормальной дороге. Ну, вот видите, где вот эти желтые здания. Ну, там целый крюк, чтобы обойти и выйти на автобусную остановку. Вот, пока не очень удобно. Так что зимой и летом, холодной зимой, чтобы все замерзло, и летом, когда все совершенно сухо, ну, это прям оптимально здесь жить. Зашли в подъезд, все без изменений. Подъезд весь раздолбаный у нас, как обычно. Информационный стенд. Девчата, у нас отвратительная компания. Вот это вот УК Комфорт. Дерьмо. Вон, Марик, а слышите, как ругается. Ну, дом просто убитый, я так скажу. Новый дом весь убитый. А что лифт не трое? Не знаю, ждем. Лифт ходит по расписанию раз в полчаса. Не помыться, если вышло, я не работала. Хорошо. Честно, пожалуйста, это... Вот, девчата, смотрите, первый этаж. У меня сегодня прям день возмущения. Помните, у нас очень сильно тек потолок. Что вы думаете, заделали? Нифига. Течь устранили, вот такие дыры, как будто большие крысы проели. Вот так вот. Дорогое жилье. Пойдем, Лип. Иду, иду. Сказала, ремонт чужой. Да, сейчас прораб тут вышел, мужик из лифта. Лифты тоже в жутком состоянии. Как показывают, вот фильмы негритянское гетто где-нибудь в Америке, криминал и все такое. Честно говоря, вот не знаю, вот камера пошарпанная вся, в рабочем линии она состоянии. Не знаю. Их. Ну и местные работяги пишут прям маркером на стенах. Здесь царапать скоро будут. Боролись за смену управляющей компании, но управляющая компания очень лихо отмахалась, и пока нам ее не поменяли. И неизвестно, поменяет ли вообще. Хотя там все, голоса набрали, нужное количество. Обжаловать надо. Если кому-то будет эта охота заниматься этим, обжаловать надо в судебном порядке. Все, девчат, наконец-то добрались до дома. Мокрые, уставшие, уставшие, знаете, от чего? От чавканья по мокрой дороге. Что хочу сказать. Встречались с девчонками, с подписчицами? Я уже не побоюсь сказать, что девчата перешли уже в статус наших хороших приятелей и друзей. Из статуса приятелей, наверное, уже перетекает отношение наше в статус дружбы, потому что очень приятные люди. Посидели, поржали. Большое спасибо вам. Девчата нам подарили вот такой сыр с плесенью. Блин, они же знают, что мы любим сыры. Особенно я люблю сыры. Большое вам, девчат, спасибо. Прекрасно посидели. Опять сидели в этом же кафе, куда мы ходили в прошлый раз. На 8 марта обожрались. Значит, что хочу сказать по поводу кафе. Снимать не стали, потому что, сами понимаете, есть частная личная жизнь, есть какие-то моменты, которые мы показываем в блоге. Как и у любых нормальных людей, есть какие-то моменты, когда хочется поболтать без камеры, пообщаться, немножко вот расслабиться в плане, как расслабиться, ну, чувствовать себя более естественно. Хотя, в принципе, у нас блог, мы вот как есть, так и есть. Мы, в общем, без прикрас, такие, какие мы есть. Что хочу сказать по поводу сегодняшнего посещения кафе. Опять же, про гастрономию хочу сказать. На этот раз мы заказывали плов. Мы заказывали... Марь, что мы заказывали еще? Какие мы блюда заказывали? Мы плов заказали, мы заказали... Плов. Жаркое. Жаркое с говядиной и овощами. Салат ташкин. Средькой дайкона. Салат, это, ну, сейчас я тебе скажу, зарапшан. Название такое зарапшанцы. Баклажанцы. Зарапшанцы. Там небольшие, мелко порезанные, маленькие красные помидоры, тушеные баклажаны и листики, то ли, мято. Вкусный был? Ой, да, там заправка еще какая-то... Понравился, да. Все, честно, я этот салат возьму. Вот, вот салат, это действительно вкусно. И салат ташкент, это с редькой. Немножко там говядина было. Ну, что-то еще такое непонятное-непонятное, с белым соусом, ну, вкусно. А, и зернышки граната. Очень вкусно. В этот раз мы решили не обжираться, хотя все равно обожрались. А, ну и чай заказали. Чай с лимоном, чай с мятой попробовали. По поводу этого кафе. Если пойдете туда, вот, это кафе Ургут. Чай хана. Чай с мятой, объективно. Я, как бы, не успела его распробовать. В общем, я не очень люблю мяту, поэтому я просто делаю выводы из того, что сказали наши приятели. Говорят, что суховат и с каким-то вот дужком. Мне очень понравилось. Значит, чай с мятой отметаем, чай с лимоном хороший. По поводу плова. Плов хороший, порции хорошие. А по поводу салатов. Салаты вкусные. А, нам к плову дали квашеную капусту. На самом деле, это была не квашеная капуста, а фигня. Ну, то есть, вот это вот прям сразу минус ставим. Капуста была подана в таких пиалках. Тоже такие вытянутые пиалки, типа соусницы. Значит, я так поняла, что это вообще она как бы пыталась быть квашеной. Но на самом деле, она не квашеная. Она просто с большим количеством уксуса. Порезанная капуста, немножко там морковка. И залита все уксусом. Абсолютно невкусно. Ну, значит, делаем какой бы вот повар, скорее всего, просто не умеет готовить какие-то вот закуски в русском стиле. Ну, кафе аутентичное, естественно, само по себе. И всякие там пловы, лагманы, долмы, всякое вот это вот такое азиатское, восточное, оно очень вкусное. Все остальное отметается сразу. Поэтому, что хочу еще добавить, что не каждое кафе, которое мы хвалим, оно оптимально для любого человека. То есть, русская кухня там вообще минус полный. Ну, вот такие вот наши новости. Вот так прошел наш день. Какие у нас планы дальше? Я займусь дальше уборкой. Я только начала. Я слазила на буфеты, там все протерла. Все шкафы, вот этот вот черный шкаф сверху протерла. Барную стойку протерла. В общем, сейчас, как говорится, по верхнему ярусу пыли вот везде вытерла. Занимаюсь пока вот этим. Сейчас закончу с вот этими всеми поверхностями гладкими, блестящими. И займусь дальше влажной уборкой уже на втором даже там полы и все остальное. Вам хороших выходных. Продолжаем жить, развлекаться, работать и дышать. С вами был Кривой Репортаж, Искреннимеш. Увидимся, пока.